Дебит с кредитом сходится сегодня самостоятельно. Бухгалтер Людмила Павлова сбежала от цифр на улицу. С пользой дела и голову проветрить, и мусор убрать. Призыв на уборку среди офисных сотрудников оказался как нельзя кстати. Уже эти цифры, компьютер, вот это все. А здесь все-таки на свежем воздухе. Ну мы не просто стоим, мы действительно работаем. Финансисты, инженеры, специалисты. Все сменили свои рабочие кабинеты на просторы городских улиц. Первый официальный средник в этом году. Муниципальные предприятия города все присоединились к среднику. То есть там распределяются, ну люди делятся. Часть народу работает, часть людей идет на средник. А управляющие компании все проводят средники, субботники. Так что можете проехать в любой район города и увидите, что там люди работают. Присоединиться к уборке может любой желающий. Если видите, во дворе наводят чистоту, смело переодевайтесь в рабочую одежду и спрашивайте инструмент. Для активных самарцев в управляющих компаниях заготовлены мешки, перчатки, веники, лопаты и грабли. Привычному инструменту граблим на самом деле более сотни лет. Кстати, раньше граблями называли любой предмет, который может что-то цеплять. Будь то рука человека или деревянная ложка. Сейчас это незаменимые инструменты в уборке газонов и территорий. И альтернативы в этом плане, кстати, еще не придумали. На помощь энтузиастам приходят профессионалы, дворники, трактористы и водители самосвалов. Мусор, что собрали во время уборки, они отправляют на полигон. Мусор вывозится однозначно сразу, максимум в течение рабочего дня. Утром мы проходим, собираем, в обед или до конца рабочего дня мы его весь вывозим. Мусора у нас не останется. Все поврежденные скамейки, заборы, детские площадки будут ремонтировать. Уже сейчас составляются дефектные ведомости по таким объектам благоустройства. Впервые по поручению главы Самары Олега Фурсова к этой работе подключатся не только административно-техническая инспекция, но и районные администрации. А первый общегородской субботник Гагаринский пройдет 9 апреля. И как по заказу прогноз синоптиков. Ясная погода и приятное потепление. Марина Матвеевич, Максим Гусев, События.